Здравствуйте, дорогие наши зрители! Давно не виделись в студии снова унылый Александр Артёмов и не менее душный Бобёр. Не знаю, как вы, а я соскучился. Вот ты соскучился, Бобёр? Александр, без вас мы ощущали кризис командования, выпускали всякую дичь, какие-то непонятные ролики. Люди жаловались, что где та самая дайджесть, и вот она перед вами, та самая дайджесть. Ну тогда вперёд в царство кринжа и кукожа! Камера, Бобёр, неси таблетки, дед здесь, начали! А, мне же надо хлопнуть. Новости, разумеется, все сегодня будут вокруг недавнего директора. Тебе как, Бобёр, он понравился? Я его смотрел, и я, как ты правильно выразился, не особо эксперт, и какие-то главные релизы я не смог оценить, а некоторые даже не понял, что они себя представляют. Но мультиплатформа и порты, такие как Portal, и Portal 2, а также внезапно No Man's Sky, по-моему, вообще нигде не было новости про No Man's Sky. Они меня очень поразили. И те, кто будут говорить, что No Man's Sky — это говно, друзья, это вот тот случай, когда разработчик сделал хорошую работу над ошибками и сделал из киберпанка котлетку. Киберкотлетку. Я тоже смотрю вашу трансляцию, и от вот этого непрофессионализма у меня не только олдскулы свело, но и фейспалмометр. Потому что как можно было назвать Хронокросс Ксеногирсом, или там как его назвали, Ксеноблейдом, это просто, ребята, чума вообще. Как вы не смогли сказать, что Марио Страйкерс — это вообще какая-то новая игра, когда уже несколько частей выходила раньше. Но я в свое оправдание скажу, что мне почему-то показалось, что это будет какой-то Бладбол. Знаешь, что такое Бладбол? Я знаю. Американский футбол. Американский футбол, но в мире Warhammer. Вы забыли игру от Текнос про футбол, где Куньо Кунь и его команда били по ротам. Такие, как же это игра называлась? Ривер Сити! Какой Ривер Сити? Вы что вообще? Я такой, что ты, черт побери, такое несешь? Я когда смотрел стрим в записи, я вот так вот думал и вот так вот делал. Свою защиту я скажу, что я приглашал Александра, но он решил его саботировать. Если вы, ребята, смотрели стрим, и он вам понравился или не понравился, пишите в комментариях, надо ли нам таких экспертов звать дальше на стримы Директа? Или уж нормально все-таки людей позвать, а не бобра? Короче, я бы хотел назвать этот Директ триумфом ремейков и ремастеров. Потому что анонсировали тот самый Хронокросс, который вы упорно на траслях называли Ксеногирс. Advance Wars, это я тоже напомню первую часть, это тоже ремейки. Front Mission первый и второй тоже ремейки. Одни из лучших тактических игр про роботов вообще выходили на первый PlayStation. Я помню, как я зависал на PSP в третью часть, а на PlayStation 2 выходила Front Mission 5, и там же был пиратский перевод на русский, потому что она была только японская. И английский, и русский были пиратские. Поэтому, хоть мы и не поддерживаем пирата, но по-другому поиграть-то на японском же не получится. Играли так. В общем, гениальные игры от Square. Той самый Square, который еще не был Square Enix, а именно вот, а просто Square. Были времена воверх. Я надеюсь, что и первый, Front Mission, и второй, который тоже уже объявили, и дальше они продолжат выпускать. И новая часть Front Mission тоже когда-нибудь появится, в том числе и на Switch. Будем подождать. Вообще, это был подарок всем любителям. JRPG и тактических ролевок. Смотри, и Xenoblade Chronicles 3 наносировали, и Triangle Street уже скоро выходят. Это как Final Fantasy Tactics. И Earthbound, который вот тоже один был в Японии, и только второй вот тоже выходил на... Только SNES Mini на английском языке впервые. И Life Alive, странная игра, которая тоже была только в Японии, на японском, на SNES. Все они в этом году выходят. Я уверен в том, что Nintendo завалит играми в этом году всех обладателей Switch'а. Я очень, конечно, жалею, что не показали третью Байонету, но я знаю, почему это было. Как бы уж почему, Бобер? Не знаю. Я вообще не понимаю, почему ты не начал этот выпуск, с того, что ты переворачиваешь стол, и говорит, все, Байонету не показали, я обиделся. Во-первых, потому что, как ты заметил, наверное, и все остальные, Nintendo показывала игры только, которые выходят в первой половине года, и может быть чуть-чуть там вот седьмой, восьмой, девятый месяц, там вот август и сентябрь. Не, ну там были какие-то игры, которые на сентябрь и дальше. Ну, они все знатрируются именно о том, что появится в ближайшие полгода. И это оправданно, потому что, как мы знаем, летом будет Е3, который уже не совсем Е3, там, а Summerfest, и там Nintendo покажет в своем директе уже то, что выйдет до конца года. И вот там, я уверен, будет и Байонеты 3, и новые Legend of Zelda. И еще я уверен в том, что и по Legend of Zelda, и по Байонеты 3 будет отдельные директы ближе к выходу, за месяц до выхода. А также на прокемонов, потому что нам же на этом стриме вообще про покемонов не показали. Кстати, про покемонов. Вот я помню, что обещал людям в чате. Кстати, у нас есть телеграм-чат внизу вот по ссылке. Проходите. Телеграм-канал. Телеграм-канал, понятно, у нас есть. Там все уже должны быть там и читать новости. А вот... И если у вас есть какие-то претензии к Александру, то вы можете прийти в этот чат, и он там активно разбирается со всеми. Внизу ссылка, и там люди меня спрашивали, могу ли я связаться с пиарщиками Pokemon Company и узнать, будет ли на русском языке архив. Напомню, почему такой был вопрос. Потому что неожиданно, без заявления предварительного, в Pokemon Unite появился русский язык. И на мобильных платформах, и на свитче. Все такие, опа, это что это? Pokemon Company теперь и на Россию смотрит, и рыночек им российски интересен. Ребят, значит, рассказываю, я связался с пиарщиком Pokemon Company в России. Сначала связался с тем, кто занимался пиаром Pokemon Company раньше, то есть, где-то год или полтора назад. Этот человек мне говорит, что я уже не занимаюсь пиаром Pokemon Company и, соответственно, игр по покемонам. но, насколько я знаю, не планировалось вообще ничего на русском языке, потому что их рынок нам не интересен. Но, это было еще там полтора-два года назад, до выхода Pokemon Unite. Я напомню, он вышел в прошлом году. Вышел Pokemon Unite, и, кстати, сменился пиар-менеджер, вообще, пиар-агентство сменилось у Pokemon Company в России. Теперь его пиаром занимается компания CoolSynx, это агентство со штабом Клотиром в Польше. И я с ними тоже связался, спрашиваю, ребята, а вот вы теперь занимаетесь Pokemon Company пиаром? Что ждать? Говорит, вот, у нас есть пресс-релиз, показали вот тот самый пресс-релиз о том, что больше внимания артистскому рынку. Я говорю, ну а, Pokemon Arceus-то планируется? И тут, потупив глаза, мне сказали люди, что ничего пока не будет. Ты так долго рассказывал, чтобы сказать нам, что ничего не добился, Александр, я думаю, тебя просто не поймут. вы понимаете, что такое произошло? Pokemon Unite выстрелила на российском рынке, и естественно, компания посмотрела на количество активных пользователей и сделала русский язык. Все остальное видимо не вызывает у Pokemon Company восторгов все их успехи на российском рынке, поэтому ничего не будет на русском. Ну, знаешь, это что было раньше, курица или яйцо? Чтобы было больше поклонников, нужно, чтобы игра была на русском, а чтобы она была на русском, нужно, чтобы больше покупали. успеха Pokemon Unite в России, в том, что он вышел на мобильных платформах и он бесплатный, да. Кстати, мы стримили ее, а давай я немножко скажу, что по пятнице мы вводим регулярную рублику, рублику, рублику стримов с подписчиками, так что вы можете прийти. Это там ты просил, донаты, говорит, дайте мне донаты, я на усы побреюсь. Что это такое? Это мне предлагали, и я отказывался. Бобеж, ты даба, я тебя за это накажу. Ну, накажи меня. Кстати, Оскар скоро будет вручаться, поэтому он у меня на столе стоит. Ты можешь наказать маленького бобра. Ох, бобер, бобер. Так вот, значит, покемон на русском, кроме Unite, пока не ждите. Есть какие-то будут еще бесплатные игры про покемон. Скорее всего, они тоже будут на русском языке, особенно если они выйдут на мобильных платформах или на ПК. На Nintendo Switch пока только Unite. Увы, ребята, увы, Pokemon Company не очень к нам дружественно настроена. Ходит такая шутка про покемон Arceus. Arceus или Arceus? Arceus. Arceus. Ну вот, что они продали 6 миллионов копий, но что же они не сделали русский язык? Тогда бы они сделали 6 миллионов стоп копий. Как здесь смеяться? Нет, это очень грустная шутка. Смеяться не надо. Я хотел, хотел сказать, что по поводу цен, если мы будем бесплатные игры, вот платные игры покемон и другие на презентации показали игры от Square Enix, о которых я только что говорил, и уже известны цены стали на эти игры. Например, на Chrono Cross ремастер будет стоить полторы тысячи рублей, что для Square Enix как-то удивительно, потому что у них все игры, тот же Legend, там, это, всякие, Secret of Mana и прочие, они две тысячи стоят, или даже выше. Я уж не говорю, там, про Octopass, трейджи, протиджи, там, прочие, бревели, дефолты, там, и игры, Square Enix очень дорогие. Даже на картриджах у Nintendo реальной ценой России, они стоят 3500. А Square Enix задает, там, за 4500, и больше. Я думаю, Square Enix уже подбирается к 8K геймингу. Вот, и Triangle Strategy будет стоить 5400. Я хочу сказать, Square Enix, вам Алиса позвонит, ребята, вы что там, совсем охренели? А, вот сейчас понял, почему не показали кроликов в Sparkle Five? Я был разочарован в этом. Знаешь, почему не показали? Потому что они готовы, потому что они занимаются, Ubisoft занимаются NFT? Потому что Ubisoft, у них там разброты, шатания. Они не могут нормально сейчас сказать, что там у них приходит с играми, основными их. С Том Клэнси, вот этими вот, который вышел новый. Он какой-то уже, по-моему, миротворожденный проект, у него там никто не играет. Extraction, да, вот этот, который вышел? Я даже про него не слышал. Значит, действительно миротворожденный. А, это вот, у них Калевская битва умерла, NFT сейчас вообще не стартует. То есть, у Ubisoft проблемы, они не могут сказать, что у них происходит с Bengu 2. Массы проектов, ничего не ясно, что происходит. Поэтому, у Ubisoft проблемы. А Nintendo, она, ну, как бы, должна говорить, если вот мы показываем игру, то, наверное, мы гарантируем... Они, конечно, вначале давали эту предписку, что, возможно, игра не выйдет в срок указанной презентации из-за пандемии. Но, видимо, Ubisoft даже не дает им точной даты, даже год, может, не дает. Скорее всего, кролики могут съехать. Либо Nintendo их пережет на конец года, тогда их покажут на директе, который будет летом, либо они съедут вообще через год. Ребята, Ubisoft вот так себя ведет, несмотря на то, что команда Ubisoft Milano, которая занимается кроликами, она очень талантливая, и ребята молодцы, но главная компания Ubisoft творит какую-то дичь. Поэтому все может быть. Но у нас будет полно тактических стратегий, и в том числе Front Mission, который я очень жду. Front Mission это был вообще такой подарок. И Triangle Strategy, так что у нас будет на что поиграть. А, еще Midnight Sun тоже обещать в конце года. Мы как раз про все эти стратегии рассказали в своем прекрасном видеокринжелке. Да, получилась отличная подборка, я очень рад, что вы сделали такое интересное видео. У нас много поклонников тактических стратегий, и для них это уже второе видео. У нас уже была одна подборка. Ребята, посмотрите на канале, все есть. Что еще интересного, чтобы вас заинтересовало? Activision Blizzard, несмотря на то, что ушло к Microsoft, и, казалось бы, должно выпускать игры только для ПК и Xbox, заявило, что продолжит выпускать игры для консолей компании Nintendo, потому что Microsoft считает сотрудничать с японскими платформодержателями выгодным и разумным. Хотя, возможно, исключения. Какие? Мы с вами понимаем, какие исключения. Ну, я вот не понимаю, скажи мне, Halo не выпустит, окей. Starfield не будет же на PlayStation 5? Так ты говоришь про Nintendo. Я говорю про японские компании, Microsoft и японские компании. Хотя Nintendo в свое время обидела Microsoft, и когда Microsoft хотел купить Nintendo, рассмеялась им в ответ, Microsoft наоборот, очень умно действует и выпускает и свои игры, типа Ori серии и Minecraft на Switch, и будет выпускать те игры, которые готовят студии, свежекупленные и купленные в прошлом году. Ждем Warcraft на Switch? А почему нет? Или на Steam Deck? А вот на PlayStation скорее всего не будет. Но на PlayStation скоро будет Gran Turismo 7, который у меня заберет на полгода, ребята, я буду делать мало видео, потому что Gran Turismo это очень хорошая игра. Мы тебя квалифицируем и переведем в фултайм стримеры. Будешь стримить? Но я не могу это делать на канале Nintendo, я буду это делать на канале Nimret. Переходите. Который сейчас тоже развивается активно. Там будут стримы интересные с Катей в том числе. Да. Катю переманивают у нас. Вы недостаточно лайкали Катю и ее переманивают. Мы оставим ссылку на этот стрим внизу, который был с Катей на канале Nimret. Посмотрите, как там она играет. Ой, в эту замечательную хардкорную стратегию. Сифу, где мужчина стареет постоянно, а молодые белорусы не смогли в нее играть и сказали, что это очень сложная игра. Посмотрим, как Катя сыграет в нее, молодая и красивая. Вот. И последняя новость в сегодняшнем выпуске, которую я, конечно, провожу в состоянии еще не до конца оправившуюся от болезни. Поэтому иногда бывает туплю. Такой туман в голове, много новостей, хочется о чем рассказать, и я не понимаю, с чего начинать. Пишите, если вы видите разницу или скажете, что все так же, как и было. Это последствия заболевания. В общем, что Василий нам об этом уже писал много в чате, наш Василий. Говорит, Steam Deck дали уже блогерам, всяким техно-блогерам, они начали снимать видео, и он просто ржет, говорит, консоль перегревается, температура чуть ли не 90 градусов по Цельсию внутри самой консоли. Я заметил в этих видео input lag на игре Portal, хотя Portal будет на Switch, и если вдруг Гейб хотел каким-то образом подвигать Steam Deck, то глупо выпускать в это же время Portal на Switch, который как убийца Switch позиционируется. Очень сложно держать дого в руках, этот Steam Deck тоже писали об этом блогеры, не мы говорим сейчас, это писали блогеры, которым давали. Очень аккумулятор держит странно разница, там говорили, что до 8 часов, но на деле от час 40 до 6. Нормально он держит в режиме вот этого стриминга облачного. Да, то есть если облачный гейминг, то вводим будет нормально. Да, реально все тесты показывают себя нормально исключительно, когда вы показываете... И облачный гейминг меньше грузит процессор и вообще все железные элементы, поэтому это так сильно греется. В общем, что это по факту непонятно, но точно не убийца Switch, потому что я уверен, что, как и все предыдущие железки компания Valve, это будет неплохая железка, но и не суперская, продастся тиражом там где-то может быть до 10 миллионов, может быть чуть больше. Мне кажется, это ты очень оптимистична, я думаю, до 10 миллионов там точно не будет. 3 миллиона тоже до 10 миллионов. Ну это да. И после этого то же самое, что было с Vive, что было со Steam контроллером, со Steam Link, уйдет в небытие. Ну и Vive неплохой был, ладно тебе. Vive неплохой был, так и Steam контроллер неплохой. Vive вообще расхватали, я не знаю, перестали, ну наверное, им более как бизнесменам понятно, что нужно выпускать, но Vive вообще нигде не было. Его расхватали в первые дни. Осталось две недели. Я знаю, что предзаказы уже на Steam Deck раскуплены, как она будет продаваться в условиях жесточайшего кризиса полупроводников, с проблемами с логистикой, с этой вот ценой неадекватной, с моментами, которые только что мы озвучивали, техническими проблемами. Я подожду обзор, мы сами хотим сделать обзор, тоже пытаемся как-то заполучить консоль для того, чтобы ее пощупать, посмотреть, вам рассказать. Наши подписчики сказали, что теоретически какой-то тайными зверинами тропы. Мне кажется, это все вот было-бавно. Ну, он сказал, что если он к нему придет, он к нам придет и распакует его. Мы будем ему очень благодарны и подарим ему жвачку турбом. Но мне кажется, что ничего не будет у нас с этим человеком. А мы будем сами добывать консоль. В любом случае, подождем, осталось всего две недели, 25-го продажа поступает, я уверен, будет завален интернет и хвалебными обзорами, и ругательными обзорами. Но давайте смотреть на факты. Факты это то, ради чего мы собственно все и делаем. Если плохо, мы скажем плохо. Если хорошо, мы сначала проверим, что хорошо, а потом скажем, что хорошо. Ну, давай, ответь мне на вопрос, который я задавал уже в нашем чате и на стриме. Вот допустим, если все хорошо, и у нас есть сферический стимдек в вакууме, который работает так, как нужно, и даже еще лучше, и все удобно, и долго, в какие бы эксклюзивы, вот для чего тебе нужен был бы стимдек, если бы он работал бы идеально так, как нужно. Во что бы ты поиграл? Я бы поиграл в Короля Артура, точно, который вышел в прошлом году, по-моему. Что это за Король Артура? Король Артура тактическая стратегия тоже хорошая. Которая только на ПК? Пока, да, только я не видел на свиче. Я бы поиграл в Тигры, которые у меня уже есть, потому что у меня очень много игр в стиме, и их многих нет на свиче, я бы поиграл в них. Ну, например, вот какие, вот чего тебе хватает? Игра, где нужно пробирать, а, Спецопа Зе Лайн, вот, вот эту вот игру хочу пройти. Я так ее не прошел, хочу пройти, мне очень хвалили ее. И она интересная, да. Вот, я бы прошел бы всех Том Клэнси, наверное, этих спринтеров целый бы прошел, потому что они у меня есть в стиме, на консоли что-то не поиграл, вот я бы в них поиграл. Ну, а как же эксклюзивы, там, Старкрафт, знаешь, сколько я в Fallout 2 в армии играл? Просто без счета количества часов. Нужен срочно гайд, как ты проходишь Fallout за полчаса. Нет, я так не смогу. Я играю в думчиво, я вот, когда Шин Мегаметан Сей изучал, так нельзя его пойти, там, за три часов пробежать, так, все, я пишу обзор. Нет, это игра, требующая думчивого отношения. Обзор действительно получится хороший. А я вот не могу ответить на вопрос этот. Я, конечно, могу действительно по рофлу ответить, да, я хочу играть на нем в Моровин, но как бы из двух, ну, как бы, зачем? Я не понимаю, во что бы я играл на Steam Deck'е. Он интересен мне как техническое устройство, как новый форм-фактор, условно говоря, ноутбука или моноблока, но я не понимаю, зачем он меня нужен. Короче, я пока болел, бывали у меня проблески в сознании, и включал Xbox, потому что, ну, невозможно уже лежать, там, пить эти таблетки, все очень так, приедается, и надо хоть как-то немножечко переключиться с этого. И запускал Game Pass, и просто какую-то игру рандомную выбираю, ставлю и играю. И там, ну, в общем, разные игры играл, прошел, наконец-то, Halo Infinite, кстати, очень неплоха, очень. Поиграл еще в разные там проекты, старые, новые. Ну, в общем, Game Pass, это, я к чему говорю, потому что, если у тебя уже куча, есть библиотека, то ты просто тупо берешь ее, скачиваешь и запускаешь. То же самое со Steam Deck'ом, у человека куча игр в Steam'е, и они просто доступны, тебе не надо там проверить конфигурацию, там, что-то еще, ты скачал ее и запустил, если она, конечно, запустится. Я вот у меня по себе знаю, да, у меня огромная библиотека Steam'а, я думаю, как у тебя там есть игры, которые ни разу не запускались, но у меня нет такого, что я вот в эту игру я буду играть в Steam. Потому что вот такая ситуация была, когда я просто брал игры, остального их и запускал, и играл. Я не все из них прошел, поле того, я большинство их не прошел, но я хотя бы посмотрел, например, вот игру я посмотрел, Telling Lies называется, типа, говорящий ложь. Это видео, значит, full motion видео, где из кусочков общения разных людей вы собираете связанный ролик. То есть люди с другом общаются в каком-то там типа Skype'а, и все эти файлы разбиты на части и разбросаны по жесткому диску, которые надо восстановить. Чтобы вот этого сложно сейчас звучит, но по факту, чтобы понять, что это такое, возьмите пассианская сынка. Это вот типичная история, когда вы складываете пассианс. Вот так же вы складываете эти ролики. Один должен быть после другого, нельзя чередовать. Там черный и красный, там техспикер надо чередовать в масте. Короче, эта игра, это пассианская сынка с актерами. Вот что это такое. Если вам интересно пассианская сынка, вы можете. Заинтриговал. И сюжет еще там есть, но такой, знаете, там, кстати, снимает актер, который называют бюджетной версией Тома Харди, Тома Харди с Алиэкспресса, который снимался в фильме «Апгрейд». Сейчас не помню, как его зовут, но такой дядька харизматичный. Очень слизливый такой драматический сюжет, потому что раньше была там игра «Хио Стори». Это был больше детектив, сосредование, там, кто убил, допросы. А здесь просто общение по скайпу, там, изливают душу, плачут, врут, ругаются. Вот такая игра. Мне не понравилось, потому что я пассианс не очень люблю, но там меню сделано, как будто вы сидите за компьютером, и в ваш лицо там окружается, гамм-герой-девушка. И в этом компьютере есть иконка с пассиансом, вы можете в этот пассианс поиграть. Я, короче, сложил пассианс, вот в этой игре разложил его, и понял, что я как бы играть-то не хочу. Вот пассианс уложил, и все. Ну, конечно, я понимаю, что из сюжета кто-то может это посмотреть. Вот, я к чему. К тому же, Steam Deck будет провоцировать такие спонтанные гейминги, то есть люди будут играть в то, что у них уже есть, либо в то, что там случайно подвернулось в Steam на распродаже, а тут бац, в руке у тебя доступно. Не надо ничего включать, садиться в кресло, там, настраивать, это не ноутбук, тебе надо раскладывать, там, надо место, просто взял в руки и играй. Вот для этого они будут использовать. Вот, ответ на твой вопрос. Ты доволен? Ну, спасибо. Нет, я никогда ни в чем не доволен. А тогда напомню, что у нас сейчас проходит конкурс с VideoIgr.net, условия конкурса здесь внизу, можно выиграть один из пяти картриджей. Да теоретически можно и все пять, если вы очень лакер, можно и все пять выиграть. Там все для своих, все для своих. В общем, один из пяти картриджей для Switch можно выиграть. Условия... Исловия очень удобные, кстати, мы постарались, чтобы, если у вас какой-то соцсети нету, вы могли бы все равно в этом конкурсе поучаствовать, так что вы в любом случае сможете поучаствовать, переходите по ссылке. Игра хорошая, к сожалению, не на русском языке, но, тем не менее, очень хорошая. Смотрите наш обзор. Поэтому я точно не коррупционер эту игру себе не сберу, у меня уже есть. А Бобер может, но ведь нету оригамики. Есть, я же играл. В общем, конкурс проводится, две недели будет идти, ребят, ну, в смысле, уже сейчас меньше, потому что выпуск какое-то время монтировался. А на этом все, к усему все, не забывайте про конкурс, про новые видео, которые у нас выходят на канале. Будет ролик с Кадди 14 февраля, я надеюсь, что он уже вышел к тому времени, как... Катя там прекрасная, если не посмотрели, как вы могли? Почему вы смотрите наш ролик, а не ролик с Катей? Поздравляю всех влюбленных, действительно, в такие тяжелые времена только любовь может спасти от депрессии, вот этого вот состояния тревожности всего этого, что преследует нас в феврале. А теперь что, споем что-нибудь про любовь? Про любовь. Про тебя? Про знакомые слова. Про знакомые слова. А, и Оскар, рассмотримся, ребят. Слова от боли. От боли. Все, что ты мне ночью говорил. Оскар будет скоро. Но, как сказал, как сказал Йозеф Форес, разработчик игры, Электрофорес. Игры. It takes two. Факт за Оскар. Вот. Федя, дичь. Еще тот. доходяга. Все, на этом закрываем передачу. Все, nuo Förооооo.